В минувшие выходные состоялась традиционная августовская педагогическая конференция. Тема серьезного разговора руководителей школ, детских садов, учреждений дополнительного образования, глав поселений района, представителей родительских комитетов и общественности «Стало безопасное детство», а также подведение итогов прошлого года и планы на новый. Подробнее в первом материале выпуска. Славянский район по праву гордится своими учителями. С новыми идеями и улучшением качества образования они приступают к работе в новом учебном году. По традиции, наиболее важные проблемы в отрасли они обсудили на ежегодной августовской конференции педагогической общественности. Ежегодный августовский педагогический совет, который мы проводим в конце августа, в канун нового учебного года, он расставляет акценты по всем направлениям работы, а их у нас немало. Мы и занимаемся доставкой детей, и кормим, и в вопросах безопасности решаем все возникшие задачи. Ну и, естественно, образовательный процесс и воспитательная его составляющая – это необтемлемая часть нашей совместной работы со всеми учреждениями образования. По итогам прошлого учебного года успехи были достигнуты практически во всех направлениях отрасли образования. В копилку достижений Славянского района прибавилось немало заслуженных побед педагогов и учеников, которые участвовали в различных конкурсах и олимпиадах краевого и всероссийского уровней. Мы гордимся нашими педагогами и детьми, которые добились высоких результатов в копилке побед нашего Краснодарского края на уровне всероссийских олимпиад. Это восемь наших учащихся, которые в этом году на всероссийском уровне стали лауреатами различных конкурсов и интеллектуальных испытаний. Значительные средства были направлены на качественные изменения в материально-технической базе учреждений. Более 57 миллионов рублей выделены на выполнение капитального ремонта образовательных учреждений. Это ремонт кровли школ, групповых ячеек в детских садах. В нашем районе постепенно реализуется дорожная карта по ликвидации очередности в детских садах. По-прежнему обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет, возможность получить дошкольное образование, остаётся одним из главных направлений. В прошлом году осуществлён капитальный ремонт групповых ячеек в пяти детских садах на сумму более 23 миллионов рублей. Это возможность для 115 дошколят посещать детские сады. Это и многое другое обсуждали на состоявшейся конференции, открыл которую глава Славянского района Роман Синеговский. Решите мне поблагодарить всех вас за ту работу, которую вы делаете. Вы действительно преданы своей профессии, вы мудрые наставники и учителя, и педагоги. Поэтому я надеюсь, благодаря той мудрости и опыту у нас также получится выстроить диалог между учеником, родителями, аккумулировать все наши силы и средства для того, чтобы мы нормально с вами достойно провели учебный год и выполнили те задачи, которые перед нами ставит наше руководство, родители, и мы сами с вами их перед собой ставим. Поэтому я пожелаю плодотворной работы нашей конференции. Всех вас поздравляю с началом учебного года. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов, удачи и всего самого-самого доброго. В ходе конференции участники обсуждали, согласовывали позиции и принимали задачи муниципального уровня, уровня образовательного учреждения по приоритетным направлениям развития системы образования края. Основной упор конференции был сделан на необходимость совместной работы педагогов и родителей. Заместитель главы района по социальным вопросам Ольга Леус в своем докладе детально проанализировала положение дел в отрасли и качество образования в нашем районе, отдельно отметив значимые успехи славянских школьников. 44 выпускника средней школы, золотые металлисты, 96, показали самые высокие результаты по единому экзамену. Большинство из них – это выпускники лицея номер 4 и лицея номер 1. Все эти результаты говорят о системной и продуктивной, вдумчивой работе каждого из вас и всех ваших коллективов. Огромное спасибо за это. От мастерства и неравнодушия в профессии учителя зависит качество образования. В выступлениях директоров школ и педагогов на конференции был отмечен тот передовой опыт, который нуждается в широком распространении. Уходит прошедший учебный год, 14-15, и мы на пороге нового 15-16 учебного года. Каких успехов мы добились? Добились многих успехов. И повышение качества знаний, повышение результатов единого государственного экзамена. И также девятые классы нас порадовали. Но, тем не менее, я хотела бы сделать акцент на результаты школы. Это, конечно же, прежде всего педагогия. Это дружный коллектив учителей нашей школы, из которых из 44 учителей 21 выпускник нашей школы. Я об этом могу говорить с гордостью. И в коллективе нашем работать легко, потому что каждый знает, чего он должен достигать. А достигать наивысшего результата. В ходе конференции уделили внимание и молодым педагогам. Начинающим учителям вручили цветы и подарки. Завершилось мероприятие награждением лучших образовательных учреждений района. Участники конференции отправились в новый учебный год с новыми идеями, мыслями, задачами и планами. Тина Копачевская, Игорь Ванчугов. Программа «События».